Децентрализованные финансы Это основанная на блокчейне форма финансирования, которая не полагается на централизованных финансовых посредников, таких как брокерские конторы, биржи или банки, чтобы предлагать традиционные финансовые инструменты, а вместо этого используют смарт-контракты на блокчейнах. Платформа DeFi позволяет людям одалживать или занимать средства у других, спекулировать на движении цен на ряд активов с использованием деривативов, торговать криптовалютами, страховаться от рисков и зарабатывать проценты на сберегательных счетах. Некоторые приложения DeFi способствуют высоким процентным ставкам, но подвержены высокому риску. К октябрю 2020 года более 12 млрд долларов на сумму в криптовалюте было депонировано в различные децентрализованные финансовые протоколы, что представляло собой более чем 10-кратный рост в течение 2020 года. По состоянию на январе 2021 года было инвестировано около 20,5 млрд долларов. Протокол SafeNabula – это токен DeFi, управляемый сообществом и запущенный на частной основе. Во время каждой сделки выполняются три простые функции – отражение, получение LP и сжигание. Каждая сделка вносит свой вклад в автоматическое генерирование ликвидности на PancakeSwap LP. Начальная ликвидность предоставляется командой и блокируется на 6 месяцев. После внесения равного количества токенов в CNBL к BNB, для создания пары на PancakeSwap команде SafeNabula были представлены токены LP при запуске пула. Эти токены LP находятся в распоряжении команды, могут быть переданы, как и любые другие токены в цепочке блоков, и могут быть погашены в любое время на равную сумму обеих токенов в зависимости от стоимости на момент погашения. Чтобы устранить проблему, которая возникла из-за возможности удалить всю ликвидность в любое время, команда заблокировала и ограничила перемещение токена пула через контракт с помощью функции, основанной на времени. Это означает, что после того, как ограничение установлено, они не могут быть перемещены или активированы до истечения предварительного выбранного времени. Это дает пользователям больше уверенности, поскольку рынок должен существовать в той или иной форме в течение заблокированного периода. Держатели токенов получают пассивные награды через стратегическое отражение, наблюдая, как их баланс SafeNabula растет бесконечно. Контракт проверен и опубликован на Binance Smart Chain. Binance Smart Chain была запущена в 2020 году и создает среду для разработки высокопроизводственных децентрализованных приложений. Что касается внутреннего токена CNBL, его токеномика выглядит следующим образом. В общем доступен 1 миллион токенов, из которых 2% это налог на перераспределение с каждой транзакцией, 2% сжигания за каждую транзакцию, 6% налог на создание ликвидности по каждой транзакции и лимит на транзакцию 70 тысяч токенов. Стоит данный токен 1,5 цента и купить его можно на FUNKREXWAP. Ожидается, что в третьем квартале 2021 года, а может быть и раньше, запустится внутренний маркетплейс. Сейчас команда активно ищет партнерские отношения с артистами или музыкальными исполнителями в создании коллекции NFT SafeNable. Приветствуются все, кто заинтересован в партнерстве. Ссылку я оставлю в описании. Помимо этого, SafeNable выпустила свою мини-игру SafeWar в стиле Звездных Войн. Здесь вы можете весело провести время. Цель игры состоит в том, чтобы сбивать вражеские корабли. Вам дается 5 жизней. По мере того, как вы играете, начисляются очки. Возьмите под контроль свой вооруженный звездолет, чтобы уничтожить захватчиков. А на этом у меня все, друзья. Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить этот проект, то специально для вас, мои любознательные друзья, все ссылки я оставлю в описании под этим видео. А также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием прочту все ваши мнения и буду рада любому общению. А также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока.